Предупреждаю вас об уголовной или административной ответственности в случае обнаружения запрещенных предметов. Эту фразу Елена Агапова произносит по несколько десятков раз за смену вот уже 21 год. Ровно столько она отдала работе в Петрозаводском следственном изоляторе. Хотя в ее обязанности входит и дежурство на посту, например, или на мостике, смотрящего во дворе для прогулок подследственных, прием передатчик считает самым интересным. Проверить посылку каждый раз, чтобы пройти настоящий квест. Ведь что только не придумают передающие, чтобы обмануть закон. Вот, например, батон нарезной. Мы его перекладываем, поскольку можно положить. Досматриваем. Каждый кусочек? Да. Ну, если он нарезан уже, то да. Если, конечно, не разрезан, мы все разрезаем, перекладываем, пересыпаем. Досмотр вещей и продуктов очень тщательный. Та же самая сим-карта может быть спрятана под наклейками на фруктах, на кожуре, может быть написан номер телефона, а под кожурой – иголки и прочие запрещенные вещи. Поэтому все, буквально все продукты разрезаются, пересыпаются, шампуни и прочие жидкости переливаются, а одежда тщательно прощупывается. Только после того, как инспектор убедился в безопасности посылки, она передается по назначению. До службы в СИЗО Елена Агапова служила в вооруженных силах, поэтому боевой дух уже был выработан. Здесь оказалось почти случайно и осталось уже на 21 год. Ей приходится общаться и с родственниками, и с подследственными. За красивой улыбкой и добродушным характером прячется настоящая железная леди в погонах. Вы суровый сотрудник? Наверное, да. Чем это проявляется? Строгость закона. Бывает, приклеивают на конверты сим-карты под липкую пленку. Такой был случай. Передавал молодой человек кофту, а в нем был патрон от автомата и порох. Вот лично мной была принята эта передача. Конечно, говорит Елена, такие передачки не дошли до адресатов, а подобных историй за два десятка лет накопилось на целую книгу. Обмануть ее и коллег, да еще и с таким стажем, невозможно. Здесь работают на качество, а не на скорость. Родные Елены к ее работе привыкли к подъемам по ночам по тревоге, ненормированному рабочему дню и даже к тому, что родственники тех, кто часто оказывается в СИЗО, узнают на улице, без погон. Коллег-напарниц называет девочками, а про себя скромно говорит. Нет, не железные дети. Поддались очарованию и поверили Елене Агаповой. Анжела Дробышевская и Станислав Шведов. Служба новостей.